Приветствую вас! Совершенно очевидно, что ребенку не нравится реакция на свой ответ в садике, а также то, возможно, как его оценивают. То есть по какой-то причине ребенку выгоднее манше, чем говорить. Связано это с тем, что произошло с ним в детском садике или с ней. Ну, вы написали, что исполняла, значит, это она. Значит, девочка молчит, потому что ей так удобнее, ей так выгоднее, ей так проще. А мотивация отмечать у ребенка, мотивация отмечать на вопросы, как бы все-таки распитывается педагогами детского сада. А отсутствие мотивации у ребенка на вопросы воспитателей, это тоже ответственность педагога. Собственно говоря, вы пишете, что год вы посещаете детский сад. Задалась такая ситуация, что ребенок не отвечает на занятиях. Нанекает вопрос, так было всегда, то есть в течение всего года или все-таки, ну, после каких-то обстоятельств? Скорее всего, какие-то обстоятельства повлияли на девочку так, что она перестала отвечать на вопросы и перестала говорить на индивидуальных занятиях. Что-то на нее повлияло, что-то с ней случилось. Здесь нужно проанализировать, что с ней произошло, поговорить с ней, выпросить у нее психмана молчит, что вы здесь не говорите, не пишите о том, спрашивали ли вы ее сами в этом. Если вы спрашивали, то что она говорит? Вообще-то надо в первую очередь ребенка спросить, почему он не отвечает, что ему мечтают. Может он что-то боится, может быть что-то неправильно понял, может быть реакция не понравилась, может быть считает, что препараватели или воспитатели его не поймут, может быть что-то еще. Много достаточно может быть причин и скорее всего речь идет о невыраженном переживании ребенка. То есть произошла какая-то ситуация, у ребенка сложилось впечатление, ребенок начал как-то переживать ее, но ни вам, ни преподавателям, ни кому-то еще он свои переживания не высказал. И теперь единственным правильным решением ребенка считает молчать. Скорее всего это защитная реакция, защитная реакция от чего-то. От чего сказать, к сожалению, нельзя, потому что много чего может показать в детском саду, может быть с девушками там что-то неправильно, может быть с препаравателем какой-то на нее повышен голос, может быть что-то еще не известно. Тем не менее, сначала нужно вам поговорить с ребенком, выяснить у него как все и что случилось, что произошло. Ага, если по-прежнему ничего не будет ясно, поговорить с преподавателями, с ними пробовать объяснить, что произошло, почему ребенок не отвечал. Ага, если ребенок, собственно говоря, сразу изначально не отвечает на индивидуальных занятиях, значит вполне возможно, вот вы говорите, что он не может сказать, что он стесняется, да, но, знаете, если изначально он не отвечал, если девочка молчала изначально в детском саду, значит она все-таки ей не нравилось, что на нее все посещают внимательно, незнакомые люди. Может быть что-то еще, знаете, может быть очень много вариантов, я думаю, что вы в ситуации описали недостаточно подробно, для того, чтобы давать какие-то рекомендации, но в любом случае, вне зависимости от того, что вы написали, в обязательном порядке поговорить с ребенком, в обязательном порядке постараться, у него выяснить, что ему мешает, и в этом ключе, как бы, вести проработку. Возможно, ему потребуется что-то объяснить, возможно, ему потребуется что-то прояснить, возможно, вам нужно будет его поддержать, возможно, нужно ребенка будет замотивировать, если ему просто не хватает мотивации для того, чтобы говорить, например, ребенок отвечает вам, потому что вы его родители, и он знает, что вы его любите, вот какие для него люди. Не видит он смысла отвечать воспитателям детского сада, потому что они для него никакого значения не имеют, а детям, в принципе, все равно. То есть нужна дополнительная мотивация вашему ребенку для того, чтобы он отвечал. И если вы не хотите копаться в том, что произошло, не хотите распрашивать его, преподавателей, как дома же его произошло, попробуйте обратить свое внимание на мотивацию. То есть, смотрите, вот, если, ну, как бы вы же общаетесь уже, да, с девочкой, вы, кстати, ей, если ты там будешь отвечать, вот, на вопросы, да, ну, ты там получишь какие-то там, может быть, игрушки, может быть, сладости, может быть, что-то еще, вот. То есть, чтобы у ребенка был смысл того, чтобы отвечать. Ага, вполне может быть, что девочка просто смысла не видит. Вы описали ее, как очень, ну, очень умную, развитую не по годам, индивидуальность. Если так, то она вполне нормально считает просто себя вычисло этого и не видит смысла отвечать. Дайте ей стимул, потому что, чтобы быть более активной. Если стимул будет, если вы прямо знаете, что она хочет получить чего-то или хочет там что-то, и вы скажете, вот, если даст быть отвечать, мы тебе это дадим, и она все равно не будет отвечать, при этом вы знаете, что она хочет чего-то. Значит, есть действительно какой-то сдерживающий блок. Сдерживающий блок – это уже переживание, это уже проблема, может быть, это комплекс, и с этим нужно работать более детально. Если не сможете справиться с вами, лучше будет ребенку показать детскому психологу, чтобы он с ним заработал сам. На этом все. Надеюсь, что помогу вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо.